В каком-то смысле просветление означает, что вы — незапятнанная жизнь, без клейма. Если вы примете память за интеллект, вы полностью запутаетесь. Существует только два типа людей — мистики и ошибки. Если вы видите все таким, как оно есть, люди назовут вас мистиком. Люди верили, что на теле могут появляться знаки. Они выжигали трезубец Шивы у себя на спине или на лбу. Смотрите, вот что у меня появилось. На западе люди показывали свои руки с отметинами и говорили, «Смотрите, это отметин распятия. Ко мне явился Иисус». В Индии на плече появлялось Сангху. Просто нужно прижечь себя. Можете заклеймить себя чем хотите — сангху, чакрой или отметинами распятия, любой ерундой, которую захотите. В каком-то смысле просветление означает, что вы — незапятнанная жизнь, без клейма. Итак, вы клеймите себя и думаете, что вы просветленный. Мне очень жаль. Так что, если нет никаких отметин, как же тогда распознать? Вы не можете распознать. Вы не можете распознать. Как кто-нибудь здесь может узнать, просветленный я или нет? Я никогда не делал заявлений по этому поводу. Так откуда же они знают? Они просто предполагают. Да. Видите ли? Например, вы садитесь перед воспитателем детского сада. Знаете ли вы, насколько он или она образованный? Нет. Но он или она знает азбуку, а вы не знаете. Поэтому сидите. Так что прямо сейчас мы говорим об алфавите. Вы его не знаете, поэтому вы сидите. Тогда какая разница, есть ли у меня подтверждение откуда-то там еще или нет? Вы хотите выучить, и поэтому сидите здесь. Не хотите? Можете уйти. Так. Что же такое то, что мы называем просветлением? Есть нечто, что мы называем рассветом. Это хорошее слово. Мне оно нравится. Можно сказать «восход солнца», но мы говорим «рассвет». Стало светло. Это так? Нет. Это ночь прошла. Понимаете? Стало светло или ночь прошла? Ночь прошла. Что значит ночь в нашем восприятии? Темнота. Если бы вы были совой, все было бы по-другому. В вашем восприятии ночь означает дискомфорт, потому что ночью темно. Вашему зрительному аппарату некомфортно в темноте. Вот почему люди изобрели электричество и все прочее. Почему? Нам дискомфортно, потому что в темноте мы не различаем, что есть что. При свете мы все видим ясно. «Итак, когда проходит ночь, появляется ясность. Вот и все, что делает с нами восход солнца. Вы не могли ничего видеть, вам было сложно, но взошло солнце, и появилась уверенность. Теперь вы знаете, куда идти, а куда нет. это и есть просветление. Ясность приходит тогда, когда вы все видите ясно. когда-то мы работали над книгой, публикацией, серией бесед, и пришло время дать ей название. Я посмотрел на содержание и сказал, назовите ее о мистиках и ошибках. Наши волонтеры из редакции сказали «Садхгуру, но это слишком. Скажите что-нибудь помягче». Люди всегда просят меня «Садхгуру, скажите как-нибудь помягче». Вы ведь можете, давайте. Я могу, но не хочу, потому что люди будут переворачивать и искажать это самыми разными способами. Если сказать правду все как есть, прямо в лицо, искажений будет гораздо меньше. Итак, я сказал о мистиках и ошибках. Это значит, что есть только два типа людей, мистики и ошибки. Если вы видите все таким, как оно есть, люди назовут вас мистиком. Тогда кто они? Ошибки. Они ошибаются в восприятии основных аспектов жизни. Вот и все. Да, они совершают ошибки восприятий. Почему они совершают ошибки восприятий? Они всегда наполовину погружены в память. Вот почему мы говорим «карма». они ошибочно принимают память за интеллект. Вот и вся ошибка, которую они совершают. Как только вы принимаете память за интеллект, вы запутываетесь. Если у вас есть память о чем-то, чего другие люди не знают, вы выглядите ученым человеком. Люди могут прочитать десять книг и стать учеными. А могут прочитать только одну и стать религиозными. Всего одна книга. Как она дает вам право стать представителем Бога? Если вы прочтете больше одной книги, тогда вы не сможете им быть. Не так ли? Вы должны прочитать только одну книгу. То есть память ошибочно принимается за интеллект. Вся наша система образования — это лишь такая же ерунда. Память ошибочно принимается за интеллект. Если вы путаете память с интеллектом, мы называем вас кармическим случаем. Вы являетесь кармическим случаем, потому что живете, основываясь на своей памяти, а не на разумности. Если вы живете, исключительно основываясь на своей разумности, не принимая свою память за разум, тогда люди скажут «Он просветленный», потому что он посмотрит на любую вещь или событие, которое вы ему представите, и затем скажет, чем оно является. Просто потому, что он не путает память и интеллект. Вот и все. Кажется, что это просто, но все, чем вы сейчас являетесь, — это память. То, что вы мужчина или женщина, — это память. Если вы свободны от памяти, это не значит просто сознательную память в голове. Ваше тело помнит. Не так ли? Понимаете, если вы и я будем есть одну и ту же пищу, я не стану женщиной, а она мужчиной. Та же самая пища во мне становится мужчиной, та же самая пища в вас становится женщиной. Благодаря памяти, не так ли? Тело помнит. Если вы и обезьяна будете есть одну и ту же пищу, она не станет вами, она станет обезьяной. Потому что тело помнит. Есть эволюционная память, генетическая, память элементов, атомная память, сознательные, бессознательные уровни памяти, проявленные и непроявленные уровни памяти. То, кем вы являетесь, и есть память. Это означает, что для того, чтобы ваш разум был свободен от памяти, вы должны освободиться от себя. Вот и все. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ